ребят всем привет слышите какой страшный гул доносится из динамиков и все это дает нам вот этот системник купил недорогой системник с неплохими параметрами но при подключении колонок именно к этому системнику слышен вот такой фон подключаю скажем тому системнику либо к тому либо к тому и тишина абсолютная а здесь вот такой вот фонище сейчас будем с этим разбираться в чем же такие проблемы собственно почему я снимаю данное видео потому что такое может случиться с каждым я я не имею никаких претензий к тому человеку который продал мне компьютер который его собирал тестировал несколько дней ну вот просто я хотел как раз первую очередь для него показать что то что он тестирует там программно что нет глюков это еще не значит что компьютер исправ так вот именно для него первую очередь я хочу и продемонстрировать благо что у меня есть такая привычка сейчас чтобы я не делал я включаю съемку разговариваю там сам собой рассказываю что-то надежде что вдруг пригодится для какого-то ролика и вот я как раз снял этот ремонт как я устранял гул как я искал эту причину гула как ее нашел как устранил ну посмотрите может быть и вам будет интересно и так действует первое это установка программного обеспечения несмотря на то что скажем windows 7 или 8 у вас установит автоматические драйвера на звуковую карту вы попытайтесь вручную установить драйвера для конкретной материнской платы что я и сделал кстати после установки у меня стало работать два выхода аудио и здесь сзади и спереди там выносной выход который вот подсоединен плате когда дрова были установлены автоматически то работал только выход сзади когда заработал и выход спереди то и спереди начала фонить что говорит о том что никаких проблем с программами здесь нет это не программная проблема это проблема физическая второй момент что мы можем попытаться сделать подсоединить заземлению если у вас есть таковое если у вас нет подсоедините скажем трубе отопления провод и подсоедините корпусу компьютера у меня есть специально выносное заземление сейчас я к нему подсоединю и посмотрим изменится ли характер фона или нет для этого конечно же нам нужно включить динамики и включить комп сеть вот сейчас мы вот так вот это сделаем так сейчас у нас автозапуск произойдет автостарт не пугайтесь сейчас он выключится и я уже слышу тот страшный гул так слышите и итак подсоединяю заземление у меня заземление соединено с нулем маленькие ребята которые смотрят меня не делайте как делает вот этот вредный и глупый дядя потому что вас может поразить электрическим током у меня всегда 0 слева после моего монтажа а фаза справа подсоединяю и смотрю что при этом происходит все подсоединено но гул так и остался гулом так есть еще вот такой вариант через конденсатор несколько сотен пикофарад подсоединяю к фазе корпус и возможно если какой-то непорядок блоки питания x y конденсатором то гул пропадет если мы вот так вот сделаем давайте проэкспериментируем но это уже нужно делать ребятам у которых есть группа по электробезопасности тот кто только начинает я категорически не рекомендую так делать и даже если вы так и сделаете то делаем следующим образом подкручиваем под винтик один вывод конденсатора второй вывод соединяем с этим выводом крокодилом берем за изолированную часть вот этого штырька и вставляем фазный вывод вот примеру конденсатор на 2200 пикофарад статьи из отечественного телевизора по моим 3 сцт из блока питания где он не служил x y конденсатором насколько я помню вот этот длинный вывод я сейчас подкручу под винтик короткому выводу подсоединю вот этот крокодил и потом ставлю в розетку и послушаю изменится ли характер фона возможно он пропадет если же ничего не изменится потом делаем следующий пункт проверки и так подключил фазному проводу вот такое вот опасное соединение но при этом как вы слышите гул остался прежним демонстрирую что здесь фаза то есть фикс игреком конденсатором здесь полный порядок ну что остается вариант проверки на пульсации давайте посмотрим вот здесь у нас значит выходят желтая провода красная то 5 12 вольт и черная провода и измерим с помощью вот этого осциллографа какие там пульсации какие там гармоники подсоединил к разъему желтому и черному проводу и имеем вот такую картинку сделал одиночный запуск то есть переключил режим сингл и вот у нас такое вот затухающее колебание с частотой где-то 4 мегагерца давайте переключим нормальный режим и изменим частоту развертки пускай будет 10 микросекунд посмотрите значит пик пик достигает где-то 400 мили вольт это довольно таки немало и давайте сделаем здесь единичный запуск посмотрите значит здесь частота у нас получается порядка 157 килогерц но я вам скажу что это не совсем правильно почему потому что колебание если на одну клеточку то это у нас получается при 10 микросекундах это 100 килогерц если две клеточки то это где-то 50 килогерц а так как у нас полторы клеточки то 100 поделить на 1 и 5 получается где-то 70 килогерц из-за того что здесь есть дополнительные всякие маленькие пульсации из-за этого осциллограф немного неправильно посчитал это все дело но наглядно мы можем это все без проблем посчитать то есть получается у нас пульсации которые изменяются по амплитуде и эти пульсации частотой где-то 70 килогерц то есть это рабочая частота преобразователя и получается что вот этот как раз противный свист что мы слышим из динамиков это не что иное как пульсации нашего преобразователя блока питания как вы понимаете после этого следует только брать внутрисхемный и ср метр и проверять и сэр электролитических конденсаторов блоки питания соединяем блок питания изначально нам нужно все это рассоединить нужно все подсоединять все разъемы аккуратно не забываем потом вернуть на место благодаря если что это видеокамере на который я снимаю я все потом верну здесь правда ничего сложного то нету отсоединяем вентилятор видеокарты самодельное охлаждение когда-то купил вот эту видеокарту за 10 гривен естественно у нее был отваленный проц прогрел хорошо после этого поставил дополнительный кулер и эта видеокарта на 256 мегабайт для офисных работ моих работает и работает я уже даже не помню с каких она пор работает так ну ничего себе все так плотно залезла отсоединяем все от материнской платы все блок питания электрический отсоединен от всего теперь нам нужно отвинтить вот эти винты и разобрать блок питания чем собственно сейчас и займемся блок питания не слишком грязный лишь по той причине что сразу же после покупки через вентиляционные отверстия с помощью воздушного пистолета и давление 8 килограмм я попытался выдать здесь страшное облако пыли но как видите все равно здесь часть пыли осталось ну да ладно значит сверху отвинтили 4 винтика потайных и отсоединяем вентилятор я здесь уже подрезал клей вы же не тяните потому что оторвете все на свете откручиваем здесь еще винты разряжаем конденсатор с помощью разрядничка и меряем наши все электролитические конденсаторы перепроверил все конденсаторы конденсаторы все исправны и вот что я обнаружил ребята вот я уже стал перепаивать изначально вот здесь правда были запаяны вот этот элемент был здесь запаян терморезистор в общем смотрите зачем я стал распаивать потому что здесь нет сетевого фильтра и получается что мы сарим своим суперским вот этим блоком питания фильтр и естественно мы сразу же и ловим мощную наводку виде фона так что сейчас поставлю дроссель 1 2 конденсатор я думаю после этого у нас все дело исправится и и так что же у нас получился за фильтр вот дроссель с телевизора поставил конденсатор по входу 680 нанофарад на 400 вольт и конденсатор после дросселя на 470 нанофарад переменка 275 вольт надеюсь что этот фильтр спасет нас от этого противного фона ну что вам сказать вот это блок питания но явно ни на каких не 450 ватт и так ребята наступает истинный момент сейчас колонки подключены компьютеру подключен сетевой провод и как слышите ничего не слышно послушайте такой только легкий слышно потому что громкость на максимуме чтобы продемонстрировать слышите да вот сейчас я вынул шнурок и фон есть ставлю на место и фона нет вот вам и простой сетевой фильтр для тех кто танки кому непонятно показываем вот он фильтр который я сделал поставил конденсатор советский на 680 микрофарад по постоянке на 400 вольт второй был обозначен как 470 микрофарад на переменку 275 вольт и вот он дроссель все простая схема это вход сеть 220 вольт это блоку питания куда раньше подключалась 220 вольт все внутри смонтировал потому что китайцы все-таки удосужились сделать на плате место под эти элементы на поставить элементы они все не решились проклятая китайская жадность ну что все я решил да есть один все-таки конденсатор я его заменил конденсатор на 2 и 2 десятых микрофарада 50 вольт у него и ср показывал аж целых 20 ом он стоял первички то есть первичных цепях импульсного блока питания но он никак не влиял на этот фон то есть я его поменял просто если бы он еще немного постоял то возможно бы блок питания пошел в разнос и просто вышел бы из строя я измерял и на источники 5 вольт и на источники плюс 12 вольт и на других источниках и вы знаете что было очень странно что пульсации на всех этих источниках были одинаковые такого не должно было бы быть на каких-то напряжениях должны были быть пульсации на каких-то не должно было бы быть они были на всех и на всех одинаковые. Это меня привело к размышлению, что, возможно, сетевой вот этот шнур является антенной, которая излучает мощные колебания с частотой преобразования 70 килогерц и которые наводятся на всех участках цепи. Из этого мы видели вот такую вот картину. Так, ну давайте же покажу вам, что все-таки я вас не обманул, компьютер еще живой после моих внедрений, а то мало ли всякое бывает. У меня, кстати, блок питания этот с третьего раза запустился. Одну перемычку забыл поставить, потом вентилятор-провод высоковольтный попал по сети 220. В общем, одни низко духи получаются. Ну что, все в порядке? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА